Всем привет! Канал БТСШ снова с вами. Спасибо, что смотрите меня. В осенний период хандры и участившихся заболеваний простуды и гриппа, мне кажется, очень актуальный разговор об ингаляциях. Этот термин произошел от латинского слова inhala, то есть вдыхать. После сезона отпусков мы все с вами скучаем о море, о теплом летнем бризе, о песочке, о том, как нам прекрасно там отдыхалось. Все, кто хоть раз испытывали эти ощущения, согласятся со мной, что они абсолютно незабываемы. Так вот, море — это тоже ингаляция. Вдыхание морского воздуха — это тоже ингаляция. Именно поэтому нам с вами на море так прекрасно, свободно и легко дышится. Ингаляции бывают не только полезными для здоровья. Курение — это тоже ингаляция, будь то через кальян или через табачные трубки. Мы вдыхаем с вами табачный дым и различные смолы, и это тоже считается ингаляцией. Врачи рекомендуют ингаляции как быстрый способ доставки лекарств к легким кальвеолам, при бронхите, при трахеите и при бронхиальной астме. Для этого были придуманы небулайзеры — специальные аппараты, с помощью которых мы делаем ингаляции. За данный прибор огромное спасибо французу Сальжерону, который в конце прошлого века придумал данный аппарат. Но сегодня при малейших простудах, при малейших заболеваниях, при встречах с вирусами ОРВИ и встречах с вирусами ОРЗ, мы с вами бежим в аптеку и закупаем тонны таблеток. Безусловно, огромное спасибо сэру-рыцарю Флемингу, который придумал когда-то антибиотики, в частности пенициллин. Лечение многих, практически большинства заболеваний без антибиотиков невозможно. Но не стоит их применять без надобности. Очень часто, думая о таблетках, мы забываем о проверенных веками способах лечения. Одним из таких способов как раз таки и являются ингаляции. А мы с вами, к сожалению, ленимся, жалуемся на вечный недостаток времени, на цепнот, на занятость, на то, что у нас очень много иных дел. Давайте постараемся не забывать о себе и уделять себе любимому достаточное количество времени. Своим лечением нужно заниматься. И ингаляции в таких ситуациях это лучшая палочка-выручалочка. Конечно, и с ингаляциями существует очень много нюансов, а также много но и нельзя, в которых я обязательно помогу вам разобраться в своем следующем видео. А пока что не забываем про то, что себя мы очень любим, уделяем себе достаточное количество времени, сияем здоровьем и улыбаемся красотой.